Здравствуйте, друзья! Сегодня 12 июня 2024 года. Сегодня в основном в моем компьютере уникальная коллекция учебных фотографий. Столько тысяч, что я уже сбился со счета. Итак, мы с вами начинаем третью серию. Особая подборка для новичков, для студентов и для школьников. Да, мало просмотров там хорошо, если 300 в каждой серии. Но живем ради будущего. Причина банальная. Страшные потери в этом году в садах. Яблони, груши, абрикосы, сливы. Раз. Страшные мошеннические действия, как будто по всей России сотни питомников растут и выращивают. Есть якобы маточные сады, персиков, черешин, нектаринов. Все это вранье, 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 вранье. И никто не это, их за руку не поймает и не спросит. Лучше бы не за руку, а за это место. И нажать на это место и сказать. Только говоря, откуда дровишки. Проверяю запись. Вроде бы идет. Значит, принцип моих фильмов. Каждая фотография не имеет практически ничего общего с предыдущей фотографией. Почему? Потому что никакого нудных лекций, никакого занудства. Я буду просто показывать, что на каждой фотографии. Так же когда-то будет делать каждый студент. Или на вступительных экзаменах в ВУЗ. Или хотя бы, хотя бы в окончании ВУЗа. Ну что, поехали. На чем мы тогда остановились? Я показал небольшую галерею. Вот таких вот красавиц. Да вы не про девушек. Я про абрикосы. Вот. Это то, что должно быть в каждом саду. Я рассказывал про польницу побегоносцев, а не про девушку. Вот. Ну и заодно, чтобы мы немножко возбудились, в смысле садоводства возбудились. Итак, продолжаем эту тему. Интересная фотография. Это Амур. Вот. И попутно я выполняю. Это также нужно будет для тех же выпускников, для абитуриентов, для школьных программ. Я говорю, расскажи историю, откуда вот эта роскошь. Это тоже 20 грамм, но это тоже роскошь. Это уникальный сорт. И мне говорят, ну расскажите подробнее, откуда он взялся. Как это так, что в Сибири он растет, дает урожай этот из семейного дерева. Как это, как это, как это. Давайте подробнее немножко. В 86-м примерно году нашел в поселке Центральная усадьба, уже не помню фамилию у кого. Огромное дерево, уже тогда на нем было юнер 15. Я его сфотографировал, у меня где-то валяется фотография в архиве. Вот, ну выпросил черенок, сделал пару прививок. Пошло дело. Когда он стал нормально развиваться, стал нормальным урожаем. Вот я убедился, что, а, он транспортабельен, он достаточно плотен. Его можно было бы как бы рядом со скоршим королевским, и этим баем, и, допустим, академиком. Вот, конечно, выглядит скромнее. Но зато его можно перевозить транспортабельно, пожестче. Хрустит, когда его, это, ну, то есть переспел он не хрустит. Значит, косточка хорошо отделяется. Компоты, соки и варенье изумительные, вкуснее, чем, потому что чисто сладкие абрикосы, это ужас. Это их пить, компоты невозможно, вот, настолько сладкие. А это самое то. Получается, что это уникальная вещь одна всей России. А теперь вспоминайте, друзья, у кого они растут. А почему они не растут? Барностойкость сумасшедшая. Сумасшедшая, это 40 градусов мороза, после них всё равно плодоносит. Вот. Вот, значит, частично самоплодит. То есть не так зависит от супругов, от других деревьев. Тоже очень важное качество. И, наконец, есть ли такие саженцы? Да, у Сергея железобного сына они есть. А я продаю косточки с него. Вот, какие вырастают? У меня появилось такое понятие, сортом назвать не могу, называю сиенец амура. Или такие же, а бывают роскошные, потому что при самом себе всё упылил, допустим, королевский, серафим. Вот. Такие качественные саженцы, качественные деревья. И, может быть, даже лучше быть, чем вот косточка даст, чем вот то, что на экране. А, может быть, чуть-чуть пожиже, но зато погуще. Вот такое у меня чудо растёт. Вот. Ну, косточки, пожалуйста, только никто особо не рвётся. Да, вскорость хорошая, может, в этом году я купаюсь в этих восторженных отзывах. И сотни в 90, и сотни в 70, и сотни в 80. Вот. И редко-редко у кого-то там и сотни в 5 штук. И то. А, знаете, что? Вот не удержусь, хотя уже совсем другая тема, не то, что на входе. Ну, держат косточки всё правильно. Ну, где-то в феврале, средняя цифра, в феврале где-то, садифицировают, закладывают сырой песок. Совсем к одному всё по железу. В апреле ждёт, когда взойдут. Прямо в холодильнике. Не всходят. В мае ждут, в июне ждут. Что вам мешало их высадить вовремя? Они не обязаны. Это холодильник, это холодильник. Особенно если когда ухолоднули. А как они взойдут? Нет, ждут, а взойдёт каждый пятый. Десятый. И высаживают. А остальные так и лежат в холодильнике до середины лета. Это вам не обидно говорить. Высаживайте вовремя. Только солнышко пригрело, травка зеленеет, солнышко блестит. И начинаете высаживать. Так, ну это май. Линейка моя знаменитая. Хотя бы потому знаменитая, что она одна единственная в своём роде. А фотографии, это количество плодопитомников укравших. Я не говорю присвоивших, я говорю укравших. Потому что логотип делают. То есть название своего питомника прям поперёк фотографии делают. Сколько я показывал, взмущался, не помогают. А линейка выдает, что это моя фотография. Мне даже доказывать не надо. Вот смотрите, я беру, допустим, посмотрим сюда, ну какую-нибудь фотографию. Вот хотите узнать, когда плодоносит вишня. Я просто беру, навёл, не нажал ни направо, ни налево. Видите? Первое, это говорит о том, что это моя фотография. Любой суд докажет. Раз. Дальше написано 30 июня 2007 года. Видите, сколько это дерево сфотографировано было? 17 лет назад. Дата съёмки. Но вы уже знаете, когда плодоносит. В последних числах июня. Готовая, готовая, это дюк. Фу, это, вишня, тире, черешня. Ну что, идём дальше. Итак, про линейку поговорили. О том, что установить авторство фотографии стопроцентной вероятностью. Значит, все прочие мошенники. Вот, кто присвоил их. И идём дальше. А, сам по себе, значит, бай, значит, бай, левиц, хо, го, это один из вариантов. У него качества уже расположились. В разных садах они разные. От подвой зависит. От погоды. И тогда, значит, я скажу ещё одно слово, несколько слов. Привезён левицкий с Дальнего Востока. Левицкий, который имеет авторство, бай, якобы, булгаков, якобы, потому что есть ещё люди, которые тоже до него претендуют на авторство. Это я не вникаю. Бай и бай. А левицкий его так распространил и так его преобразил, что абрикосом левицкого назвать не имею права. И я железо взял на себя смелость, будучи почти что, почти что, это самое, как сказать, летопийцем можно назвать там, сибирского, садогорского садоводства. Я взял на себя право назвать его, чтобы по-честному было и никому не обидно. Бай левиц, хо, го. Видите как? А потом пришло время, я вам показывал в одном из фильмов, недавно совсем, набираю фото бая левицкого, и им уже якобы, якобы им, а у них такого быть не может, вот, значит, опять враньё, и якобы им торгуют, торгуют якобы абрикосом левицкого уже 10-20 плодопитомников. быстро схватывает на лету популярное название, а видовать я, это я придумал название. Бай левицкого придумал железо. Ну что, друзья, идём дальше. Вот так про каждый сон будем говорить. Так, ну, без комментариев. Без комментариев. Вот, вот эта фотография особая, про это тоже мне очень много приходится говорить. Здесь вы не видите лицо хозяина этого сада. Это горькая трагедия, одна из горьких, у меня их несколько рассказов. Вот, я про это уже не раз говорил, снимал фильмы, есть отдельное всё, только там уже, они давно забыты. Итак, я в саду Чижика Николая Ивановича, вот, случайный разговор, как-то это, сижу я с себя, сижу в кабинете, вот, а решил похвастаться, и свои крупноплодные сливы лежат на тарелочке, ко мне заходят, начальство, подчинённые, и всем по сливке даёт, ну, от щирой украинской души. И что вы думаете, заходит очередная девушка, там, работница, и говорит, посмотрела, а я её протягиваю. Что, говорит, у моего дяди, в два раза крупнее. Ну-ка, ну-ка, говорю, сидеть, сидеть, говорю, кто дядя, адрес, явки, пароли. Нашёл я в Большом Караке, ой, смеюсь, а это, его же дед, Царство его Небесное, нашёл Чижика Николая Ивановича. Мы породили две вещи, это было, значит, и мы с ним обменялись сортами, у меня с тех пор и до сих пор сувенир Востока, как суперсорт, я его называю сливу, это королева сада, вот, благодарность северятная. А он её выписал из рост, сушил, это ладно, ну, там ещё немножко в других местах разговаривали про груши, про его, про яблоню богатырскую, а вот это вот случилось следующее. Он этого не видел, вот глубокий инвалид, у него тут такой крутой подъём, и он не мог подняться в этот подъём. Когда я его фотографировал, как-нибудь на 10-м или 50-м фильме, я покажу вам его фотографию, мы его подмышки подтащили к ближайшей плодоносящей яблони, чтобы на память сфотографировать. Прямо тащили, взял, залезли мы подмышки. Вот так бывает в жизни, горькая правда. Вот, и он не видел вот этого, потому что его самый урожайный абрикос, на тот момент 30 миллионов, тогда это был рекорд. Я потом его перекрыл, вот, но тогда, это же, ну, это тоже 2007 год, я вам показывал, папка 2007 год. Вот, и тогда он не видел эту страшную трагедию. У него полностью этот абрикос погиб, рухнули все ветки, вот, 30 вёдер не выдержало этого урожая дикого. Ну вот, по неволе вспомним, ну, фактически это рассказ по нигде, этот, не по нигде река, а рассказ о реке, о реке, о реке. Вот, вот, такое часто случается уникальный садовод, никому не нужный, всеми забытый, вот, и однажды он упал, разбил голову и умер. Он и так ходить не мог, а ещё упал. Ну, это закономерно для нас, никому не нужных инвалидов. Вот, и однажды, я тогда и придумал впервые, упал, разбил голову, бородич Владимир Степанович, уникальный садовод, вот, тоже инвалид, без рук, вот, о нём отдельный будет разговор. Вот, тоже упал, разбил голову, реанимация, умер. Это судьба наших стариков. Вот так, вот такие старики, которые должны были быть, вот, за эти сорта, государственные премии, особый уход, и жильё особое, и медицины, комфортные палаты. Вот, вот, таким людям, которые заслужили это, ведь я же не дал пропасть его богатству. Ай, всё, горько говорить. Ну, очередной, этот, один, одна из фотографий академика, он ещё был похож на академика, уже не совсем, уже менялся, но ещё похож, опять 2007 год, опять дневника, опять украдено, да, а как же, значит. Вот, а потом они менялись, менялись, и у меня вебинар был, я показывал эти изменения. Показать быстренько, что ли? Что ли, показать? Быстренько, быстренько, вот тут у меня. Ну, всё-таки пробегать так, такие важные события, вот так вот, набегу, как-то неловко. Лекция номер 291. Так. Вот, и тут я как раз с этого начинал. Вот, видите, академик был такой, ну, ещё и такой, как на фотографии. Так, такой, такой, как на фотографии, что вы сейчас смотрите. А классический первый урожай был вот такой, потом стал меняться, вот, потом я уже отменил название академика, назвал крупноплодный железо. Вот, ну, это тема особая для студентов, вот. Ну, теперь скажите, я это академик, имею я право назвать её, крупноплодный железо, надеюсь, вы мне поверили. Так, всё, отсюда уходим и возвращаемся, где мы были. Забыли мы вот тут. Итак, идём дальше. Опять, теперь. Вот. Это одна из неизвестных, просто дали веточку, ткнул, вырастил и забыл. Вот, и, знаете, вот, это всё-таки учёба, да, вот, дело в том, что это не мой сад. Видите, в 2007 году у меня такого дерева не было. Видите, крутейший склон, это Айдай. Вот, а линейка всегда со мной. Почему? Константинович, тут такие абрикосы выросли, приезжаю, я беру фотоаппарат, беру линейку, а линейка, это масштабно, она мне всегда была с собой, рядом с расчёской, когда у меня волосы были и так далее. И вот результат. Приехал, посмотрел, 25 грамм, и даже не стал им дальше заниматься. Не попросил черенков, ничего. Вот, отругал хозяина за то, что отбили деревья. Это моё любимое занятие. Вот, порадовался, что у него крутой склон, а значит, абрикос не гниёт. Вот видите, всё-таки польза есть от фотографий чужого сада. А вот это уже мой сад. Опять линейка моя заслуженная. Вот. У меня был в гостях Трусун Полудускабилов, он своей линейкой работал, у него тоже классическая линейка. Вот. Потому что он учёный, ему нужно было не так, я потом как-то покажу. Ну-ка, не здесь эта фотография? Нет, не здесь жалко. Он брал эту самую тарелочку, у меня же мою тарелочку, там, несколько плодов клал на тарелочку, обрамление из листиков, надёргал листиков, ну, чтобы понятно было, абрикос это или слива, или что. Вот. И делал фотографию уже как бы учёную. А, и линейку, но свою. А я свою, вот так вот. И так перед вами самый настоящий, ещё не испорченный маджурский абрикос. Это с маточного дерева. Самый первый. А это тоже красный хутор. Это мои эти, это мои первые успехи. Значит, ну, не соседи, через 3-5 домов вырастили мои абрикосы, саженцы мои. Вот. Теперь они уже не мои. Вот там дальше, этот самый, красный плоды Амур. А ближе я уже не помню. На всё похоже. Скорее всего, Серафимов, а может, май. Вот это уже пошла обо мне слава. Пришло время, и в те годы ко мне подъезжали машины, отъезжали, раскупали. Я работал на заводе, начинал приторговывать. Сами, знаете, были времена, когда завод как-то старался поменьше платить. Мол, проверим, выживут люди, нет, если им поменьше платить. Вот. И я тогда начал подрабатывать, продавая саженцы. Вот. Но тогда проблем не было. Сейчас полная тишина. Сейчас Сергея Железова, которому я передал питомник, со всей России приходит меньше заказов, чем ко мне приезжала машина за саженцами. И еще большинство взяло пустыми. Я не мог обеспечить такое количество. Саногорск уснул. Ха, это то же самое, как крупный план. Вот. Вот это счастливое детство. Ну вот, еще раз, смотрите. Опять моя линейка. Опять абрикос Бай. В то время он был очень популярен. Мне ничего не стоило добыть его. А это не мое, не моя сада. Это поселок геологов. Вот. Редкий случай, когда... А я ехал мимо, попросил хозяина. Говорит, можно саду? Говорит, можно. А где взял? Он говорит, дай мне в дом купил, а в нем уже оно было. А кто-нибудь предыдущий хозяин сказал? Он говорит, сказал. Откуда? С Казахстана. Вот все, что я о нем знаю. Ну и тоже я уже тогда начал болеть гигантизмом. И для меня 30-граммовые плоды. Я даже не стал у него просить черенка. Сфотографировал, поехал дальше. А это опять этот самый Амур. Он развивался, развивался. Давал предельное урожай. Видите, вот то, что вы видите, это, допустим, половина. Вот видите, валяются. Не успевали собирать. Вот это его истинное предназначение. Быть рекордсменом. Вот. Прекраснейшая вещь. Еще раз. Мечта хозяйки. Косточка отделяется. Это такое значение имеет огромное для кухарок, скажем так. Для хозяек. Для любителей стряпать. Заготавливать. Вот. Как вам эта фотография? В данном случае я не могу вспомнить, хоть это и мой сад, но я не могу вспомнить, что я такое фотографировал. Так, ну, уже перешел на листик мелкий. Это вишня, назовем ее местная. Я ее назвал сибирская штамба. А, ну, сказать, что вкусно не могу. Три стоки съедите и челюсти, корс съедите, челюсти сведет. Но все равно бесценная вещь, я считаю. Урожайная и морозостойкая. Вот. А в Европе это уже. В Европе все вишневой высоты. Большинство погибло, остальные доживают. Они их привыкли. Вначале скажем, что дерево неправильно, искалечим его. Повырезаем кучу веток, понаделаем кучу рана. Потом, ой, что-то дерево заболело. Ой, на него грибы напали. Вот. Ну, сало как сало. Одно из моих этих абрикосовых деревьев. Вот. А это уже Серафим. Он попозже подоносит по времени. То есть, недели через 2-3 доходит до созревания попозже. И не так боится сырости. Вот его прелесть. Он сырости не боится. Так. Ну, это я привез с Украины. Вот мне его мой знакомый продал. Я его в Неверчике покупал за гривны. Продал его как черный принц. Но он оказался вот таким, каким вы его сейчас видите. Ну, сало как сало. Ну, черный принц, черный принц. Якобы гибрид с абрикосом. Ну, что видите, то видите. Листик сливовый. Вкус непонятный. Такой острый вкус. Так. Вот тут как-то подскочу. Та, что тебе небесная. Это моя... Тёща. Вот. И у меня самое первое дерево. Вот за её рукой, за правой. Вот это вот. Первое. Это дерево под названием Королевский. Когда... Ну, потом найдём фотографию покрасивше. Вот. А тут мы собирались с этого дерева. Это было... Вот тут вот. Вот этот Серафим, да. Вот этот вот. Второстепенная ветка. И тут на ней был ветер 10. А основная ветка ветер 15. А это часть урожая. Вот посмотрите за спиной. Видите? Висят ещё. Это с одного дерева. Собрали. А сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В общем, ветер 15. Если мерить обычными стандартами, 10-литровыми. В общем, уже здесь перед вами ветер 10-15. А на дереве ещё столько же. Вот это да. Вот это я вам скажу. Это был мой первый успех. Вот. Он усиливается чем? Дело в том, что половина веток лежат на крыше соседского сарая. Так. И с этого сарая я не отводил эту воду. Нет бы мне бы. Вот, что свисло на мою территорию. Вот эта вот кромка шифера, да. И можно было бы с помощью жалюзи, то есть с помощью этих самых отвести воду в сторону. А я этого не сделал. Я всё время ждал. Кстати, посмотрите у неё, это, за её. Видели косточки? Вот они. И сколько их. Вот теперь догадайтесь, какой урожай. Ну, тем не менее, отвлёкся от важной темы. Основание штаба всё время в сырости. И оно умудрилось у меня прожить 30 лет. Я и сейчас в этом сам не верю. Всегда сыро. Почему? Любой дождь сюда. Вот. Потом тут огромное яблоня ещё с... Если смотреть от нас слева, и всё, и тут тень, и никогда не просыхала. Есть такое слово, не просыхать. Так вот, она никогда не просыхала. Почему не сгнила? Я сейчас не знаю. Вот такие дела. Получается, что сырость не помешала вырастить рекордное дерево. Оно долго было рекордное, его показывало телевидение, раз это дерево сильно выделялось. И вот этот слух. Что значит, сибирики ничего не ели слаще морковки? Слух прошёл, когда первый и второй рожай был, они были ещё крупнее, 100-граммовые. Вот. И слух прошёл, что это персики. А у нас тогда абрикосами, сливами и персиками увлекались так, чтобы люди с ума сходили. Поэтому такие новости распространялись, как лесной пожар. Ну, вот он крупный план, полюбуйтесь. Да, и постепенно вот этот вот амур, он вообще должен был быть красный, он начал терять окраску и становился жёлтый. Возможно, из-за подвоя. Там, где крупнее, видите, это королевские, но из-за огромного урожая, они тут мелкие, 2 грамм по 50. Из-за огромного урожая. Вот. Небольшой урожай, нет, огромный. Вот ещё крупнее. Вот ещё линейка, видите, вот мои фирменные. Попробуйте, теперь это. Докажу, что в вашем саду. Повторяю ещё раз, и сейчас я закончу этот фильм, потому что и вы устаёте, и я, а эта фирма будет 50 или 100 серий. Вот. Кстати сказать, если кому интересно, у меня девушка, студентка, делает эти фильмы, доделывает, делает титры, музыку, всё выставляет. То есть всё, всё, что я не умею, я ей перепоручил. На каждой фирме её зовут Валерия, за каждой фирме я ей плачу 250 рублей за, назовём это, монтаж. Вот. Всего фирма сделано до сих пор 5 тысяч. Они все выставлены, 5 тысяч 100, они все выставлены у меня в этом самом, как он называется? Как он называется? Я скажу. В Ютубе. Вот. И обходится мне вот такую цену, я этой девочке плачу за то, чтобы вы видели эти фильмы. Если у кого-то есть эти лишние, даже не 250 рублей, а, ну, хотя бы 50 рублей. И так, по Валерийску, сбору, по сосенке, я кроме этого монтирую, приходится платить за эту самую, за, в общем, за много чего ещё, например, за демонстрацию этих самых, этих же самых, этих, я скажу, господи, вот эти лавит головы, за вебинары, а вы их видели, сколько уже, если все собрать, то их уже где-то между 300-400, и опять за это всё стоят деньги. Вот. Бесплатно ничего не бывает. Если 50 рублей не жалко, 8-960-776-86-72. А нет, так смотрите, бесплатно, у меня щирая душа, вот, не это самое, не разорюсь. Я почему не разорюсь? Да потому что вот эти косточки я потом вам и продам. Вот. Почему? А вы не хотите иметь такие сады? хотите, тогда давайте, будьте добры, покупайте у меня не обязательно жарты 50 или 250 рублей. Можно откупиться от меня, достаньте вот тебе немного денег, спасибо, что чего-то получил и продолжаешь учить, а нет, пожалуйста, я потом, это, у вас косточки осенью куплю, или прямо сейчас. Сейчас косточки идут с огромной скидкой. Вот. А то, что там дальше, о чем дальше говорить. А дальше еще интереснее. Ну, я считаю, что достаточно на сегодня. Будем заканчивать. 8 960 776 86 72 Телефон привязан к карте изверхбанка. во в σε 77 !? 61 61 62 judgments 90 60 Продолжение следует...